Привет всем! Сегодня мой коллега Дима будет брать у меня интервью. Свои вопросы вы могли задавать у Авроры в телеграме и инстаграме. Это уже второе видео вопрос-ответ. Сегодня мы вот в таком вот хэллоуинском антуражике, и я буду отвечать на всякие прикольные и неловкие вопросы. Не будем томить народ, а то они и так заждались, видосов очень давно не было. Знаю-знаю, поэтому наливайте себе чаёк, а мы начинаем. Погоди, нужно и нам принести чай. Вот теперь точно можем начинать. Погнали! Почему тебя называют Авророй, если это не твоё настоящее имя? Так вышло, что раньше я стеснялась своего имени. Мне оно казалось редким и скучным, поэтому из всех знакомых знаю только три человека с таким именем, а знакомых у меня достаточно много. Это я лишь буквально год или два назад стала активнее афишировать своё реальное имя. Меня зовут Цвет, очень приятно. Як батьки ставлятся до твоей творчости, в особливости до цього ютуб-каналу? Им подобается те, что я люблю, моей малюнкой. Наприклад, батьку называемых эльфов укуренными эльфами. А с приводу канала, то батьку подписан на мой канал, то дивится все мои видео, коли працюю. Теперь более личный вопрос. Есть ли у тебя молодой человек? Нет. У меня сложный характер, по мне и не скажешь. Немного стыдно это признавать, но я читаю романтические новеллы. Именно в виде приложений с картинками, а не книги. Я не фанат чтения книг. Почему ты отказалась от идеи продавать стикеры и мерч в целом? Это оказалось слишком запарным. Точнее, сама отправка по почте. Факт того, что мне сначала надо будет набрать минимум 20 предзаказов, потом пойти распечатать то, что, соответственно, заказали, потом уже отправлять по почте. Все это очень сложно, когда ты не работаешь через сайт, ведь тогда тебе нужно будет выпрашивать все данные для отправки. А ведь иногда твои заказчики будут забывать писать в личку полные данные. И при всем этом, стикеры, закладки, постеры это очень дешевые мерчи. Ты не будешь сильно уходить в плюс, а мороки много. Так что я повременю с этим и дождусь момента, когда смогу связаться с нужной компанией по печати принтов на одежде. Но у меня пока не так много аудитории, чтобы это окупалось. Тогда задам вытекающий из этого вопрос. Будешь ли ты ездить на Комиконы и продавать мерч? Однозначно, да. Но только после 18 лет. То есть, когда я уже буду учиться в университете. Будут ли стори таймы? Нет. Хотя, наверное, штуки 2-3 максимум. Не более. Мне просто нечего особо рассказывать прям, а придумывать бред ради просмотров я не хочу. Ну вот кто будет смотреть видео о том, как меня друзья вечером потащили на заброшку и в один момент мы просто все заорали и оттуда выбежали? Расскажи о своих хобби. Есть ли среди них специфические? Я люблю ездить на поездах. Очень люблю. Жаль, только времени на это нет. Ну а еще есть хобби, а-ля искать разные игры на телефоне и проверять то, насколько они хороши. Дальше, что крайне трудно отыскать алмаз среди горстей камней, ведь существует там тонна рекламы и доната. Даже отключение интернета не помогает от надоедливых объявлений. Иногда читаю всякие страшные истории, когда отсутствует инет. Надо ж чем-то себя занять. Педмитив, что на твоем канале ты малюешь только в диджитале на планшете. Питание. Чи есть у тебя малюнки на папере? Звичайно. Иногда я малюю на папере, но тогда мне нужно, чтобы на улице было солнечно, в тот момент, когда я буду делать фото моего малюнка соответственно. Поэтому в восемь и в зиму я пытаюсь не публиковать традежку. А вот это соответственно моя традежка. Пишешь ли ты сценарии для своих видео или говоришь от себя? Всегда. Обязательно пишу сценарии. Я абсолютно не умею импровизировать. И это крайне плохо. Весь сценарий от начала и до конца полностью пишу в заметках. Если я говорю без сценария, то соответственно дико туплю и бекаю и домекаю. Замечал, что ты часто прорисовываешь ладони. Это твоя фишка? Возможно. Я правда очень люблю прорисовать ладони. Ведь прорисовка ладони на рисунке того или иного художника может многое значить по поводу его личности. Какой у тебя тип личности? Несколько лет подряд проходила тот тест на 16 типов личности. И мне всегда давали НТП. Не постесняюсь спросить о том, какой же у тебя тип личности, Дим. Никогда об этом не задумывался, так что не могу сказать. Встречали ли тебя когда-нибудь на улице? Если да, то просили сфоткаться или что-то подобное. Вот чтоб прям подходили лично, то не было. Но была история о том, как мы с одной девочкой в инсте договорились встретиться в холле художки. Потому что мы обе тогда там учились. И она не пришла. Я, конечно, пожаловала плечами и ушла. Позже я у нее спросила, мол, а что это было? И она ответила, мол, ну, ты там была с подругами, так что я не подошла. Ну, бывает. А так нет. Ни разу. Пробовала колись алкоголь? Памятай, как майже рик тому, або наведь два, мы не налили вино. Банально, на два ковтка. А для чего было достаточно, чтобы мои лица, то наведь рука трога почервонила. Больше не пыла. Стесняешься ли ты своего голоса? Я долгое время не могла принять свой голос. Ну, то есть я впервые его услышала более-менее нормально, когда впервые записала звук для видео на канале. И я была очень удивлена, когда услышала немного не то, что ожидала. Логично, что мы свой голос по-другому слышим. Покажи себя в реальности. Допустим, пусть будут вот эти фото. И одно видео в полный рост. Что думаешь по поводу своих хейтеров? Есть ли таковые присутствуют? Ну, допустим, мне в целом в последнее время стали больше бредов комментарий в личку писать. В инсте. И в телеграме. Да, и есть один чел, который каждый раз пишет под моими постами, мол, отвратительно, мерзко, ужасно и так далее. Прямо под каждым постом. Но я стараюсь не обращать на это внимания. Да, да, конечно. Знаю, как ты мне иногда в личку пишешь. Дима, что делать с этими комментариями? Помоги. Так, все. Давай, переходим к следующему вопросу. Щопит, что фнуло тебе на створение этого канала? Ну, по-перше, мне просил заработать этот канал. Ну, было бы интересно тебя послушать. Ну, и это в целом просто прикольно. Я руки в символа просто глядачем. Хочется побудеть и креатором. Мне подобается робить новые видео. Ммм, а мне потом треба монтувати все эти видео. А лишь ты сам на це погода все. Де ты робиш анимации? Про креати, звичайно ж. Ощущаешь ли ты себя популярной в интернете? И, соответственно, ощущаешь ли ты себя таковой в жизни? Абсолютно нет. В интернете немного, наверное, а в реальности нет. Я почти всегда была серой мышью в тени любой компании. Сколько ты зарабатываешь? Я не буду называть точные цифры. Просто потому, что для кого-то это будет мало, а для кого-то, наоборот, много. Поэтому я просто скажу, что зарабатывать достаточно, чтобы удовлетворять все свои хотелки. Даже не самые дешевые. Не устаешь ли ты от своего стиля? Не надоело ли тебе рисовать всегда картинки в одной стилистике? Неоднозначный вопрос от Дака. С одной стороны, устаю. Но с другой стороны, я выработала настолько комфортный для себя стиль, что почти ничего уже в нем не меняю. Ну, только лишь изредка прям. А так мой стиль для меня очень комфортный. Я от него не устаю. Мой стиль это часть меня. Я его очень люблю. Почему ты решила отказаться от идеи дюдсов? У тебя больше никогда не будет рисовальных конкурсов на аккаунте? Ну, не прям что никогда. Скорее, никогда не будет мест, призов и дедлайна. Почему ты так решила? У меня было несколько казусных ситуаций, когда человек начинал меня, скажем так, травить на свою аудиторию и пассивно обижаться лишь из-за того, что не занял никакого места и не получил рисунок. Так что я отказалась от этой идеи. То есть больше не будет конкурсов вообще? Не совсем. Я думала организовать один конкурс. Не скажу пока что какой. Но у спойлеров. Как ты успеваешь совмещать учебу в 11 классе, подготовку к поступлению, дополнительные занятия и соцсети? С огромным трудом. У меня уже хроническая усталость из-за всего этого. Учеба высасывает все силы энергии. Чувствую себя безумно сонной почти все время. Поэтому поставьте колокольчик о выходе всех новых видео, а то ролики так нестабильно выходят в последнее время. А теперь вопрос, который задают, наверное, под каждым вторым постом. В какой программе ты монтируешь? Я монтирую в Adobe Premiere Pro 2022 года, но в скором времени перейду на DaVinci Resolve. Ну что ж, а на этом видео подходит к концу. Ставьте лайки, переходите в мои соцсети, чтобы задавать вопросы для следующих частей этой рубрики. Всем пока и до новых встреч на этом канале.